приветствую друзья поем недавно в ролике про череп старика условно так череп старика у меня так и называется влад бахов и река . у меня под видео будет если вдруг кто-то не видел обратите внимание я привел научную статью который как раз там описание последствиям дорастания вов всегда это приводит деформации черепа имеется ввиду раннее зарастание слов и когда у человека еще формируется можно сказать ну череп а швы уже заросли и начинается всяческие моменты с искривлением черепной коров и вот в детстве когда начинают зарастать вы как раз и происходит некая деформация детства подры понимаете да там вот например есть 12 лет 14 лет бывает вообще даже еще раньше бывает у детей в основном мальчиков могут происходить вот эти процессы почему я об этом говорю потому что в этой трагедии связанной с историей влада бахова напоминаю ему было на момент исчезновения 15 лет но уже вот-вот 17 у него было обнаружено просто очень странный череп заросшими с вами были обнаружены швы дорожки на черепе это вызывает удивление рановато по развитию и лета человека полное зарастание швов происходит период где-то там 20 до 25 лет обычно нужно еще рост человека ну рост это за счет как раз просто скелета происходит где-то дну там до 20-25 лет обычное нормальное явление и вот здесь нельзя еще чтобы с вы зарастали иначе возможно как еще раз повторяю произойти искривление возможно появление деформации какой-то черепа про визуально наблюдает хотя еще раз прочитаю вам вот этот судмедэкспертизу о чем идет речь начнет м показу моменты и покажу вам сейчас еще раз напомню об этой болезни и к чему я это все а потому что давайте посмотрим на влада бахова ну соответствует описание или нет то есть на него мы уже к сожалению посмотреть не можем но есть фотографии поэтому досмотрите я вам покажу фотографии вы сами делаете выводы есть у него вероятность вот этого заболевания или нет нам известно что максимально дорос затылочный шов словная линия на его месте отсутствует подобная степень закрытия сло в норме вообще не встречает уже ранны затылочно-сосовидный шов справа и слева также слабо прослеживает пишу я правой височной кости полностью приросла к теменной кости обычно соответствует возрасту старше семидесяти лет вот мне естественно стали сделать замечание до чего докопались но за ростом один слов да ладно бывает бывает без всяких изменений все нормально но не надо выдергивать из контекста да возможно один слов когда-то там зарос 17 лет может быть без всяких изменений черепной коробки все может быть сформировался уже череп дальше расти он как бы не стал но вы понимаете у него заросло не только один практически все швы заросли почти все но это же вообще не естественно дана мид эксперт удивляется в норме такого вообще не встречается в норме имеется ввиду для возраста влада баха и вообще в норме имеется ввиду скорее всего я хочу сказать что вот из исчезновения вот два вот беда от его это вообще как бы ненормально заросший шов это одно но его же видно а тут горит вообще исчез как так у быть не может и это же не происходит моментально зарастание швов происходит какой-то промежуток времени я не знаю месяц наверно есть и в процессе того как какой-то шов зарос а если в это время еще изменения происходят череп начинает меня вот об этом идет ри и он не говорят у влад баха это исключительный случай господи не знаю вот у меня есть мнение основанная на то вот научной статье что ну как не может быть собой изменение черепа никаких не произошло еще раз кратенько напомню что это болезнь называется крайне оси ностов раннее зарастание слов чаще наблюдается у мальчика умеется виду конечно же очень ранний возраст этом семьи десятилетний возраст может быть до бывает и двухлетний ну всякое происходит начинается ранее достаточно зарастание слов и вот как раз а по целофия это ранее сращивание сагитального шва характеризующиеся увеличением черепа в переднем заднем диаметре а голова сужается у нас как раз и написано вот стреловидный слов это как раз и есть агитальный слов хорошо различим только в бригматическом отделе а на остальных участков полностью ну вот зарос бригматический отдел насколько я понимаю это вот ближе к лобной кости где-то спереди получается он еще хорошо различим там чтоб различим а в остальных местах полностью зарос то есть он очень зарос неравномерно опять таки должно как-то повлиять на голову на формирование черепа вот давайте еще раз посмотрим как это может выглядеть после было вам понятно приблизительно вот такой вид черепа становится обратите внимание несколько такой заостренный вверх вот здесь вот получается сужение по краям вот в этой части и вот здесь заострение ладьевидно еще его называют но и осталось только что посмотреть поискать я вот нашел одну фотографию влада бахова и сравнить похоже или не похож вот есть у меня вот такая фотография влада бахов тут конечно у него достаточно много волос на голове но вот у меня не создается впечатление что у него есть какое-то вот уже не перепной коробки вот не вижу я этого важно бы конечно посмотреть вот голову вот такой прической какой этого парня который стоит рядом понимать позже у него вот здесь но если у него там все-таки есть суждение то она будет достаточно резким вот таким понимаете как конус но я конуса не вижу вполне нормальный развитый череп породок да у него большая кость это отмечено было к сожалению кости были достаточно большие хорошо развитые но каких-то вот изменений на черепе явно видимых которым можно было бы сказать что у него какая-то деформация как кто-то неправильно я честно сказать не наблюдаю то есть на мой взгляд описание судмедэкспертом черепа очень сильно отличается от того как могло как мог выглядеть такими зарослыми с вами влад бахов и как он на самом деле вы делайте выводы сами меня все-таки до сих пор есть сомнение по поводу принадлежности черепа на останках вот он точно принадлежит владу бахову развеять эти сомнения конечно могло бы только экспертиза но нам ее почему-то не пока до новых встреч друзья в следующем видео